Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Сегодня, как вы уже поняли из названия видео, речь пойдет о PHP 8. PHP по праву остается самым популярным и используемым серверным языком для создания веб-сайтов. По оценкам, это примерно 80% всего рынка. Последним выпуском крупной версии была версия 7.0. Этот выпуск был важным шагом с значительно улучшенной производительностью и меньшим объемом использования памяти. Начиная с версии 7.0 было выпущено две версии. Это 7.1 в 2016 году и 7.2 в 2017. Следующая небольшая версия 7.3 планируется к выпуску в конце 2018 года. Но у разработчиков уже есть мысли по поводу 8.0 версии. И я решил разведать, что же там обещается в 8.0 версии, что там будет и когда же она все-таки выйдет. На данном этапе в официальной документации в вики есть страница, где можно ознакомиться с пока еще довольно небольшим списком предложений на 8.0 версию. Выпуск PHP 8 еще не запланирован, но поскольку это огромный скачок и очень немало работы, это займет как минимум несколько лет. Пока еще нет никаких точных подробностей, но график по оценкам составляет годы. Некоторые предвидят и говорят, что выпуск PHP 8 состоится в сентябре 2021 года. Ну, точнее, даже не раньше сентября 2021 года. Самым серьезным изменением внутреннего релиза, вероятно, будет добавление JIT-Engine. Расшифровывается это как Just-in-Time Engine. Это способ оптимизации запущенного кода. Дмитрий Стогов еще в позапрошлом году написал в рассылку PHP Internals, что работа над динамической компиляцией начата. Получившийся к тому времени прототип показал 20% прироста на синтетических тестах и повышение производительности на реальных приложениях. Кстати, это не первая попытка совместить динамическую компиляцию и тот же самый PHP. В языке HHVM, диалекте PHP от Facebook, такая компиляция дает хороший прирост в скорости. Да и Дмитрий и его команда еще в 2014 году делали попытку прикрутить JIT, тогда еще к пятой версии PHP. Тогда ускорение составило всего несколько процентов, и эта неудача заставила Дмитрия исследовать интерпретатор на предмет, так скажем, бутылочных горлышек, которые были устранены потом в седьмой версии. Более свежий тест того, что будет в печь восьмой версии, показывает, что на трех тестах, это два стандартных зендовских теста и построение множества Мандельброта. Здесь динамическая компиляция просто уделывает версию 7.1 примерно в два раза. Это отличный результат, но понятно, что в реальной жизни и на более реальных задачах и проектах все будет немножко попроще, но с уверенностью можно сказать, что все будет также очень хорошо. В списке пожеланий многих разработчиков в PHP 8 также должно быть улучшено выполнение асинхронного кода. В настоящее время PHP работает с синхронным кодом, то есть программный код обрабатывается по строкам, используя полную производительность системы. В современных многопроцессорных системах это уже не полезно, PHP излишне жесткий и медленный. Преимущества асинхронного? Программирование очевидно. С использованием так называемых потоков производительность базовой системы может использоваться полностью оптимально. Хотя в настоящее время существует возможность доступа к таким проектам, как AppServer и Node.js, которые используют вариант с потоковым PHP. Этот параметр предназначен только для разработчиков, у которых есть собственный веб-сервер. Стандартная поддержка многопоточности была бы полезна и могла бы стать реальностью в PHP 8. Еще заинтересовало изменение, серьезно ломающее обратную совместимость. Во-первых, предлагается запретить создавать свойства, объекты и константы с одинаковыми именами в пределах одного класса. Во-вторых, запретить создавать функции, константы, классы, интерфейсы, а также трейты с одинаковыми именами в одном пространстве имен. В целом, какая основная цель PHP 8? Это повышение производительности. Невозможно пока дать очень твердый прогноз на то, как все на самом деле будет развито у нас в итоге, но тем не менее, одно можно сказать наверняка. PHP 8 получит огромное повышение производительности по сравнению с 7. Между версиями 5.6 и 7 было улучшение производительности примерно на 15%, что позволило создавать гораздо более эффективные веб-приложения и значительно более высокую эффективность при одновременном снижении рабочих затрат. В конце концов, повышение эффективности на 15% также означает, что сервер гораздо менее перегружен. Что ж, можно сделать вывод о больших планах и перспективах на будущее. PHP развивался, развивается и будет развиваться. Пока что разработчики сконцентрированы на выпуске 7.3 версии, ну а PHP 8 тоже уже не за горами, всего несколько лет подождать. Нам пока остается ждать и смотреть, что же будет. А я вам буду показывать и рассказывать все главные новости, которые будут происходить. В принципе, для этого видео у меня все. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк этому видео, пишите ваш комментарий о том, что вы ожидаете от PHP 8. На этом у меня все. До новых встреч, огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok